Я попрошу вас, если вы имеете с собой Библию, открыть книгу Откровения. Вторую главу будем читать с 18 стиха. Я решился еще на размышления об одной церкви в городе Осии, которым были от Господа посланы послания. И пусть Господь поможет нам извлечь уроки для нашей жизни сейчас. Хотя 2000 лет назад эти слова звучали, но мы видим, как все современно. И то, что происходило в Ефесской церкви, и в Пергамской, и в Смирнской, все имеет к нам прямое отношение. Давайте мы посмотрим, что Господь говорит еще к одной церкви, которая находилась не в таком уже значительном городе по названию Фиатира или Фиатиры. И ангелу Фиатирской церкви напиши, «Так говорит Сын Божий, которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю Твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых. Но имею немного против Тебя, потому что Ты попускаешь жене и Изавеле, называющей себя пророчествою, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Феотире, которые не держат этого учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока я приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышат, что дух говорит церквам. Когда мы читаем каждое послание, мы с вами видим, я повторяю, общие черты. То есть Иисус представляет себя в неких образах, показывает какую-то часть себя, своей природы, своего естества, своего характера, дает оценку церкви и побеждающему обещает какую-то награду. И мы с вами ищем связь между тем, как Иисус представляет себя, между тем, что Он обещает побеждающему, и состоянию церкви, которое обращено посланием. Давайте посмотрим, что здесь Господь к нам говорит. Мы должны понимать, что хотя мы говорим о церкви, эти принципы верны в отношении лично каждого человека, лично его жизни, в отношении наших семей и в отношении той общины, в которой мы с вами находимся. Иисус здесь представлен как Сын Божий, Он называет себя Сыном Божиим. Он говорит о том, что у Него очи, как пламень, ноги, как халкаливан. Это такой сплав драгоценных металлов. По разным сведениям, это какая-то дорогая медь, которая в Ветхом Завете называется блестящая медь. По каким-то сведениям золото и серебро. Но сама главная суть в том, что это раскаленный добела металл, то есть он ослепительный, производит такой эффект. Церковь имеет много добродетелей здесь. Мы видим большой список дела, любовь, служение, вера, терпение. И более того, она прогрессировала. Вы помните, что Эфесская церковь, она услышала в свой адрес то, что ей нужно творить прежние дела, то есть нынешние дела ее по качеству уступали прежним. Эта церковь растет, прогрессирует. И написано, что последние дела ее больше первых. Очень хорошая характеристика, но, как и в большинстве церквей, есть некое «но». Слово «немного», которое здесь записано в синодальном переводе, я посмотрел несколько других переводов. Большинство переводов не пишут здесь слово «немного». И в том числе подстрочник оригинального греческого текста также это слово упускает, я не знаю, каким образом оно тут находится. И, скорее всего, правильно, что претензия не такая уж и маленькая к этой церкви. Здесь говорится о том, что есть некая женщина, ее зовут Иезавель. Скорее всего, это не ее имя, это ссылка на Ветхий Завет. Она называет себя пророчицей. Она учит и вводит в заблуждение не просто каких-то младенцев, приближенных людей, но написано «рабов моих». Так сильно было влияли этой женщины, что те люди, которые уже имели практику служения Бога, Богу быть рабом Божьим, называться так, это нужно еще достичь. И вот такой у нее был успех. Так она влияла на людей, что даже вводила в заблуждение Божьих рабов. И они совершали то, что еле и дало жертвенное, и любодеяние, которое вполне возможно здесь употребляется образно, как у Якова, то есть как измена Богу вообще духовная. Тем не менее, этой женщине дано было время для покаяния. Она не покаялась, и Бог говорит «я буду наказывать». Она будет брошена на одр, то есть она сляжет. Те, кто с ней соучаствуют в ее делах, они будут повернуты в некую великую скорбь, если не покаются. Дети ее будут поражены смертью. Некоторые толкователи говорят о том, что дети не подразумевают с ее собственной родные дети, а последователи. Я думаю, что не совсем корректно, потому что любодействующие с ней, это скорее всего и есть ее последователи. Это во-первых. А во-вторых, когда лжеучитель кого-то увлекает, он делает это обычно из гнусной корысти, и обычно лжеучитель абсолютно безразлично, судьба его последователей, какова бы она ни была, ему нужно с них что-то получить. И поэтому, когда Бог собирается до ее сердца достучаться, ее остановить, вразумить, смысл наказывать людей, которых судьба и безразлична, наверное, нет. И, скорее всего, речь идет о ее родных детях. И давайте не будем забывать, что речь идет о времени Нового Завета, так как некоторые считают, что Бог так в наше время не действует, это ему не свойственно. Вот давайте будем помнить, что это все во время Нового Завета. Такая строгая Господня речь. И говорит Господь, тогда уразумеет все церкви, что я есть испытующие сердца и внутренности. И когда беззаконие имеет место быть и продолжает быть безнаказанным, часто у людей возникает ощущение, у верующих людей, что Бог как бы вышел из истории и перестал участвовать в происходящем. И Бог говорит, что все эти времена молчания и тишины это время для покаяния. И если Бог сегодня не обличает тебя, и тебе не посланы пророчества, и ты можешь думать, что может быть все в порядке у тебя в жизни, не обольщайся этим, потому что время Божьего молчания, когда в нашей жизни есть грех, это время для покаяния. И рано или поздно Господь выйдет для того, чтобы совершать свое дело. И воздав написано каждому из вас по делам вашим. Это не происходит ежедневно. Бог не занимается ежедневным воздаянием по делам каждого человека. Этому существуют периоды. Те, кто делают добро, им нужно проявить терпение, чтобы дождаться Божьей награды. Те, кто делают зло, им дается время для покаяния. И поэтому Бог периодически приходит в среду своего народа для того, чтобы каждому и доброму, и злому воздать то, что он заслужил. Вам же и прочим, находящимся в Феотире, написано здесь, есть люди, которые не познали так называемых глубин сатанинских. Вот написано, что держите и соблюдайте дела мои до конца. Центр внимания, думаю, нашего, мы видим в том, что здесь появилась женщина по имени Изавель. Давайте на нее обратим внимание. О награде еще забыл я сказать. То есть награда побеждающему это жезл железный. И он будет с язычниками обращаться так, как будто сосуды, они глиняные, власть над язычниками получится, они разобьются. Представляете, железной палкой ударить по керамической посуде. И еще ему будет подарена утренняя звезда. Железный жезл и утренняя звезда. В подарок от Сына Божьего, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Мы с вами говорили о том, что для нашего плотского ума это все неинтересно. Нам неинтересно с вами ходить с железной палкой и разбивать что-то, чтобы как кувшин. Это в детстве интересно людям, может быть, таким заниматься. Ну и получить звезду утреннюю и для плотского восприятия это все как бы не совсем то. Не совсем то, к чему я стремлюсь и чем меня можно замотивировать. И давайте поэтому вникнем в смысл того, что здесь есть. Изавель – это ссылка на Ветхий Завет. Была такая женщина в Ветхом Завете. Она была дочерью финикийского царя Евваала. Его звали Евваал. Он был одновременно царем и жрецом. По некоторым сведениям он был и брата, и отца-убийцей. То есть для того, чтобы достичь каких-то своих целей, он убил своих ближайших родственников. Ахав поженился на Изавеле, на язычнице, для того, чтобы заключить политический и экономический союз, защититься таким образом в союзе против других государств. Эта женщина, Изавель, будучи язычницей и, естественно, дочерью жреца финикийского, жреца Ваала, она стала предпринимать действия, чтобы ввести культ, в Израиле культ поклонения Ваалу, которого по-другому называли Богом Солнца. И этому Богу посвящались так называемые золотые или огненные столбы, их звали Хамоним. Вы знаете, Изавель действовала, естественно, плавно. То есть, даже когда было уже несколько лет засухи, когда вы помните по молитве, или Бог закрыл небо, или приходит к израильскому народу, то он не находит там людей, которые вполне преданы Ваалу. Он обращается к ним и говорит, долго ли вам хромать на оба колена. Это было такое плавное внедрение культа параллельно с поклонением Иегове, то есть истинному Богу, Творцу неба и земли, внедрялось поклонение Ваалу. И Израиль был в таком положении, что и как бы и туда, и сюда, и не туда, и не сюда. Некое такое промежуточное состояние. И когда Илья пришел, и кто читал Библию, помнит эту историю, свел огонь с неба, и все увидели, что Господь Иегова есть Бог, он серьезно повредил планами Изавели. Так что она рассверепела и возжаждала убить этого человека. Что здесь в Новом Завете означает эта Изавель? Почему так назвали эту женщину? Некоторые считают, хотя тоже опровергают свою такую точку зрения, считают, что это была жена служителя. Но сразу же, как бы говоря об этом, они говорят, что это очень сомнительно. Мне как бы эта точка зрения в принципе не чужда, потому что ссылка на Иезавель, на жену руководителя Божьего народа, жену Ахава, это был царь, лидер своего народа израильского, вполне может означать, что этот служитель попускал своей жене действовать таким образом. Это как предположение, воспринимать это как предположение. И вы знаете, что говорит история. В этом городе производилась багреница. Это очень дорогая одежда, там красили ткань. Помните одну женщину, уверовавшая, Лидия из Фиатир, когда Павел проповедовал, был в городе Филиппы, по-моему, там уверовала та женщина, написано, что она торговала багреницей. Это был торговый город. И для защиты своих интересов ремесленники и торговцы объединялись в профессиональные союзы, профсоюзы. Эти профсоюзы ежемесячно собирались для того, чтобы встречаться на трапезах, и эти трапезы были посвящены идолам. И там кушали идоложертвенные. Предполагается, что эта женщина, она провоцировала или поощряла такие союзы, и говорила, ничего страшного, чтобы нам участвовать в этих профсоюзах, чтобы нам взаимодействовать с этими людьми. Нам нужно вести бизнес, нам нужно как-то выживать, нам нужно тоже как-то зарабатывать. Очень напоминает Ахава, который заключил союз с финикийским царем Иефаалом. Это удобно, но неправильно. И те профессиональные союзы, это удобно, но неправильно. Точно так же, как в храме была торговля во время уже Иисуса Христа, там продавали и меняли деньги, меняли валюту и так далее. Это тоже было удобно. Не нужно было издалека везти овец, какой-то скот пришел на месте, обменял валюту на местную, тут же купил, что нужно для жертвы, принес. Удобно, но неправильно. Во время Ахава был построен город, назывался город Иерихон, когда Иисус Навин завоевал его, и этот город был силой Божьей разрушен, он сказал, кто восстановит этот город, тот поставит основание этого города на своем первенце, а ворота, то есть завершит строительство этого города, поставит эти ворота на своем последнем ребенке. Другими словами, кто будет строить этот город, восстанавливает, во время строительства этого города, он потеряет всех своих детей. Чем особен был город Иерихон? Он находился на удобном месте, пророку Иерисею говорили, место хорошо, этот город назывался городом Пальм, это что-то комфортное, но Бог заклял, Бог сказал не восстанавливать, это был первый враг на входе в Хананскую землю, это было первое препятствие, и оно не должно быть восстановлено, как память о языческом противостоянии Богу, но какой-то человек осмелился. Во время Ахава удобство, выгода лидировали, как понятие, все можно было, если удобно, если сам царь заключил союз с языческим царем, если сам царь взял язычницу, если он разрешил культу поклонения Валу происходить в городе, потому что это выгодно, то тем паче, говорит Ахилл Вифелянин, который построил город Иерихон, тем паче, почему я не могу, переступив заклятие, построить город на удобном месте, это атмосфера компромисса, Иезавель несет компромисс, описание церкви города Пергама и города Феотирес внешне очень похоже, и там есть держащиеся учения Николаитов, и здесь держится учение, которое предполагает любодеяние идоложертвенно, но есть разница, есть принципиальная разница, почему я думаю, что слово немного уместно в Пергаме и неуместно в Феотире, потому что Валак и Валаам это были люди находившиеся вне израильского народа, опасность для израильтян, идущая от Валака и Валаама шла извне, и Изавель была заведена внутрь Божьего народа, Ахав женился на ней, проблема в Феотирской церкви, что здесь уже появился учитель, говоря современным языком, некоторые пергамские христиане по интернету слушали неправильных проповедников, они держались этого учения, но в пергамской церкви не говорится о том, что есть человек, который учил и лидировал в этом вопросе, а здесь в Феотирах женщина называет себя пророчицей, влияет на людей, находится прямо внутри, опасность уже внутри, и это очень сильно меняет ситуацию, ей попускают, это греческое слово попускаешь, еще можно переводить как оставил, то есть возможно, что пытался как-то влиять на нее ее муж, может быть церковь, служитель, мы не знаем, что и как там до конца было, были попытки, которые были оставлены, сегодня есть некоторые мужья, которые пытаются навести порядок в своих домах, и когда я говорю с ними, они говорят, знаешь, я уже устал воевать, если я начну снова поднимать этот вопрос, просто будет война, настолько тверды эти женщины, настолько тверды эти жены в своих неправильных позициях, что отцы и мужья, они уже отодвинулись, потому что чувствуют, что не имеют власти над своей женой, над своими дочерями и своими сыновьями, они уже отошли в сторону, они оставили и пустили на самотек, дорогого стоит, какая ни на есть худа бедная дома обстановка, это какое-то подобие мира и хочется пожить спокойно, когда ты начинаешь говорить, жена, почему ты так делаешь, почему наши дети позволяют себе это, почему ты не останавливаешь, почему ты это поощряешь, муж получает хорошенько полбу, и хочется оставить это все на самотек, и это слово можно перейти, ты оставил, Изавель, наверное, он сражался с ней, наверное, пытались что-то предпринять, остановить, все эти неправильные действия, в конце концов, не получилось, и я оставил, пусть идет, как идет, и вы знаете, вот эта ситуация, когда удобство является главным, очень напоминает сегодня ситуацию с интернетом, компьютером и смартфоном, во многих жизнях удобство от интернета, компьютера и смартфона намного меньше, чем вред, который они получают, некоторым людям нужно наконец-то понять, что тот, что я получаю полезного от этой медиа технологии, гораздо меньше того вредного, что я получаю от него, и если в вашей жизни такая пропорция, вам нужно уничтожить, Изавель, не надо ссылаться на то, что удобно купить билеты, не надо ссылаться на то, что удобно писать своим родственникам, куда угодно, не надо ссылаться на это, удобно торговля в храме, но разрушительно и губительно, удобен союз с финикийским царем, удобен брак с Изавелью, все это очень удобно и выгодно, но убийственно для тебя и для твоего дома. Почему Иисус себя представляет здесь, как Сына Божьего, с очами, как пламени, ноги подобны Халкаливану? Здесь прежде всего я вижу противопоставление, Ваалу, мы говорили с вами о том, что Ваалу посвящались огненные и золотые столпы, ноги подобны раскаленному металлу, очи как пламень, Господь, очи его горят, это не столбы Ваала огненные, это не столбы Ваала золотые, это очи Господа, это ноги подобны Халкаливану, которые тоже подобны столпам. Когда Иисус говорит о утренней звезде, сейчас знают многие, что утренняя звезда это планета Венера, как бы считается, но для древнего человека, по сведениям справочников, когда они слышали слово утренняя звезда, они воспринимали это как солнце, Ваал назывался Богом солнца. Итак, столпы огненные и золотые, Бог солнца, и здесь мы имеем очи как пламень, ноги подобны раскаленному металлу, Иисус наша утренняя звезда. Еще лжеучители назывались звездой блуждающей, или звездами блуждающими, а здесь Иисус утренняя звезда, учащий истине. Вот так Иисус противопоставляет себя, во-первых, что я вижу, во-вторых, во-вторых, раскаленный металл, это переплавка, это всегда очищение, отделение от примесей. Изавель и ее ученики, это примесь в среде Божьего народа. Каждый из нас по своему несовершенству имеет какие-то в жизни изъяны, в нашем сердце всегда есть что-то неправильное, и Бог очищает нас огнем испытаний и огнем Духа Святого, чтобы это подобно тому, как золото повышается в пробе, так и мы очищались бы в своем сердце. Но, когда мы не позволяем пламенным очам Господа, очистить наше сердце, пламя это больно, огонь это больно, Бог может быть очень строг, Он может проводить нас через болезненный очень опыт, чтобы отделить, и мы не согласны, мы не согласны на очи пламенные, нам больше нравится, когда очи Господа умиленно смотрят на нас, может быть, мы еще согласны со слезами, пожалуйста, но пламени нет. И что происходит, когда мы не позволяем Богу очистить нас от примесей, то Бог очищает от нас Божий народ. Если мы не позволяем Ему очистить нас, Бог очищает церковь от нас, потому что не устоит нечестивый собрание праведных. И некоторые люди приходят и говорят, обнаруживают через годы, говорят, как так мог этот человек вести себя таким образом и годами находиться в церкви, неважно, рано или поздно. Библия говорит об этом, некоторых дела явны, а некоторых открывается впоследствии. Но каковы бы ни были, скрыться не могут. Даже этой страшной женщине, Иезавелле, потому что она делала, Бог говорит, я дал ей время покаяться, по моему мелкому тщедушному сердцу, я читаю об этой женщине, думаю, какое покаяние, ее нужно изживать из Божьего народа. Нет Бога, и любодействующим с ней, Иезавелле дается время покаяния. А мы в это время думаем, что он не видит и не слышит. Но если мы не очистимся, и вы знаете, в чем суть этой истории, в чем проблема в феатирской церкви, не в том, что здесь речь идет о несовершенных людях, людях, которых нужно усовершить. Здесь речь идет о том, что я заключил с нечистотою союз. Я не просто не могу справиться с самим собой. У меня не просто не получается, не просто я еще младенец, но я заключил соглашение с финикийским царем, с Ваалом, с Иезавелью. Я заключил соглашение, и я вижу, как проходит время, и это не обнаруживается. Но две вещи, как минимум две вещи происходят в это время. Первое, когда мы говорим о награде, когда мы читаем о награде, здесь сказано о том, что я дам ему утреннюю звезду. Пророк Данил говорит о том, что подобны звездам будут те, кто обратили многих к правде. Обратить к правде, обратить к Богу, привлечь к Богу другого человека, это задача архисложная. И она становится осуществимой, братья и сестры, только тогда, когда мы являемся сами людьми, любящими правду и любящими Бога. Я знаю, что есть вещи, которых я никогда не научу своих детей. Я не научу их кушать то, чего я сам не люблю. Я буду говорить о том, как это полезно, как это здорово, и потом есть доширак. Буду им впихивать овсяную кашку, буду кормить их какими-то блюдами, отварными, браколи, а сам буду уплетать жареный картофель. Картофель фри. И вы знаете, детки, конечно, будут в приказном порядке есть овсянку и давиться браколи, но они будут думать, когда мне будет 18 лет. Я куплю тысячи дошираков. Я буду есть их. Я буду есть картофель фри, я куплю себе чипсы, я буду пить 7-up и так далее. Они ждут времени, когда у них появится свой кошелек. Потому что папа, который говорил им о здоровом образе жизни, делал совершенно другое. И вот здесь компромиссная церковь, она не может быть подобна утренней звезде. Мы не можем привлекать Богу. Мы семья, мы отцы, мы матери, мы родители, которые в жизни своей заключили соглашение с грехом и говорим нашим деткам, давайте за Господом. Там так здорово, Господь это так правильно. Тебе самому это неинтересно. Ты давно уже живешь двойной жизнью. Кого ты увлечешь? Кого ты заинтересуешь? Чего сердце коснешься ты тем, чего не касается твоего собственного сердца? Каким, что общего утренней звезды с железным жезлом? Вы знаете, когда мы читаем в новозаветнее время, когда христианам, которые учат любви, прощению, говорится о том, что они берут руки железную палку и разбивают глиняные кувшины, и это язычники. Вы знаете, как-то странно, что, почему я вообще, могу ли я этого вообще хотеть? Речь, наверное, идет о том, братья и сестры, когда человек бескомпромиссен в своих отношениях с Богом, когда в жизни его нет соглашения с миром, нечистотой, изавелью, и ваалом, вы знаете, его твердость и мирские ценности, это как железо и глина. Когда к бескомпромиссному христианину приходит тот и говорит, а что ты так одеваешься, не как все? Есть ответ, который разбивает эти кувшины в дребезги. А почему тебе уже 18 лет, а у тебя еще нет подружки, у тебя нет друга? Этот бескомпромиссный говорит такие вещи, что горшки разлетаются в дребезги, все замолкают. Но когда ты уже член церкви, и ты не знаешь, почему ты не красишься, ты не можешь ответить на этот вопрос, школьники железяки, ты глиняный горшок. Ты краснеешь, ты стыдишься, ты не понимаешь, почему ты такой. Говорит родительница, это не сочиненная история, если меня слышит эта родительница, пусть слышит. Мирской молодой человек моей дочке предлагает выйти замуж, он, конечно, мирской, но в церкви же мало братьев. Кто здесь жезл железный, а кто глиняный горшок? Я вижу христианство, которое раздавливается под влиянием этого мира. Я вижу христианство, у которого нет аргумента, которое не может противостоять. Я вижу христианство, которое не может увлекать за Богом. И Бог говорит, Изавелли, поражу детей твоей смертью. Ахилл, вифилианин, строил удобный город, потерял детей. И Изавель заключала профсоюзы, союзы потеряют своих детей. Не поэтому ли мы теряем своих детей? Как мы можем увлечь их к тому, что нам самим неинтересно? Когда наше христианство не тверже глины. Я не говорю о том, что это единственная причина происходящего. Самуил любил Господа всем сердце. Увы, увы. Но если есть компромисс, братья и сестры, это гарантированная, гарантированная погибель нашим детям. Мы читаем о глубинах сатанинских, которые говорит здесь Иисус, и есть мнение, что это то, чему учили гностики. Для того, чтобы оценить любовь Господа, для того, чтобы понять, как с ним быть хорошо, надо погрузиться в пучину зла. И это снова напоминает мне отцов и матерей, которые говорят, пусть дети сами разберутся. Пусть они укунутся в порнографию, пусть они дружат с кем хотят дружить, пусть они занимаются, чем хотят заниматься, пусть они разберутся. Знаете, какое на дне давление? Их может там так сплющить, что они никогда не выплывут обратно. Вот это такой, вы знаете, такой расслабленный внутренний мир. Это отсутствие сражения за правду в своем собственном доме, в церкви, в своей жизни, когда я говорю, я не могу заключить соглашение ни с чем, не важно, какая выгода, не важно, какое удобство, не чистота, грех неуместный в жизни, ни в каком размере. И я буду сражаться в своем доме за правду. И если в моей жизни появится что-то, что будет охлаждать мои отношения с Богом, я буду сражаться за то, чтобы снова мое сердце очистилось перед его лицом. компромисс на церковь не может привлекать Богу, компромиссный христианин не может привлекать Богу. Тот, кого победил мир, тот, куда вошел мир, не может победить мир. И это касается, я повторяю, каждого из нас в отдельности, нашей семьи и всей нашей общины. Иисус называет себя Сыном Божиим, я думаю, для того, чтобы показать нам, родителям, какие бывают сыновья. Он говорит, я такой сын, которого Отец послал на землю и ради правды, ради мира, и я умер, я перенес муки, я умер для греха, чтоб люди не грешили, а ваши дети умирают из-за греха. Я Сын Божий, говорит Иисус, и посмотрите на моего Отца. Вы знаете, сегодня такое у нас, у родителей бывает состояние, мы не против, чтобы наши дети были положительные, но мы против того, чтобы они страдали за правду. Мы не против, чтоб они не были убийцами, ворами, прелюбодеями и так далее, но мы не хотим, что когда они идут по прямой дороге, они платили за это цену, мы не хотим этого. И как только наступает в жизни наших дочерей и сыновей, момент, когда им нужно платить цену, репутации, может быть, созидание личной жизни, может быть, мнение одноклассников, какую угодно, мы в это время начинаем идти на попятную, мы глиняные горшки, а мир для нас жезл железный, он разбивает наше христианство впрок, и мы говорим, мало же, братьев церкви, да что же в конце концов? Пусть сами разберутся наши дети. Феатирская церковь, церковь с опасностью компромисса, с опасностью соглашения с беззаконием. И первая проблема, никогда ты не привлечешь никого к Богу, когда он сам тебе не интересен, когда у тебя с ним недоговоренности, там какие-то тайны, нехорошая тайна от него. И второе, компромисс убивает наших детей. Пусть не будет ни того, ни другого. Если в честь жизни сегодня обнаруживается этот компромисс, давайте будем каяться, молиться и плакать, и очищаться огнем того, у которого очень как пламень, у которого ноги подобны раскаленному металлу. Господи, очищай нас огнем правды Твоей. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok